Урюпинцы Время Великого Поста – это время своеобразное в жизни Церкви и в жизни человека, человека, который пытается вступить и попробовать провести Великий Пост. Великий Пост называют еще Весной Духовной. И совпадает всегда время Великого Поста с началом весны, с началом возрождения, пробуждения жизни после зимних холодов, когда отогревается Земля, появляются первые росточки. Одним словом, планета оживает, точно так же и духовный мир. Душа человека, сердце человека, ум человека через Великий Пост по-настоящему могут ожить и начать жить совершенно иной жизнью. Но только при условии, если человек способен будет провести достойно время Великого Поста. Многие боятся приближения Великого Поста, поскольку для себя представляют это очень строгим временем, моментом постоянных самоограничений. Того нельзя, того нельзя. Но когда человек начнет постепенно понимать суть происходящего Великим Постом, то совершенно по-другому будет оценивать это время. И самое главное, что нужно понять, что пост не проходит в пустоте. Пост подводит человека к великому итогу, рубежу, это празднику Светлого Христового Воскресения. Почему для многих остается непонятным праздник Пасхи? Да потому, что человек к этому себя не готовит. И вот ради того, чтобы ощутить и понять вообще смысл всей жизни, устремления жизни к Пасхе, вот перед нами и стоит время Великого Поста, которое предваряется подготовительными неделями. И последняя неделя – это Масленица. В церковном календаре это еще называется Неделя Сырная, когда за неделю до начала Великого Поста мы с вами заговляемся на мясо, прекращаем вкушать мясо, но в течение всей Масличной недели поста нет ни в среду, ни в пятницу. И мы по традиции вкушаем молочные продукты, по традиции, русской традиции, печем блины. И итогом Масленицы является Воскресение, которое называется Прощенным Воскресением, которое нужно постараться провести за богослужением в храме, а затем вечером на чине прощения. Так вот, первая ступень, которая подготавливает внутренний человек к Великому Посту – это проход через Прощенное Воскресение. Важнейший момент в жизни любого человека – это, можно сказать, нерв духовной жизни человека. Насколько человек способен или не способен простить другого человека. И здесь своего рода уже экзамен. Для того, чтобы понять, являешься ли ты христианином или не являешься, способен ли ты по-настоящему простить человека и сам у другого человека попросить прощения. Конечно, это можно оставить красивой традицией, с улыбкой друг у друга, у незнакомых людей просить прощения. А может быть, это всего один единственный человек, который по-настоящему когда-то тебе причинил зло, или наоборот, кому-то ты причинил боль. И вот этот единственный человек и должен быть прощенным в этот день, и ты у этого единственного человека должен искренне попросить прощения. И только тогда, успокоив свою совесть, примирившись с ближним, ты в течение Великого Поста сможешь уже совершать путь, который тебя будет приводить к Богу, который и через этот путь человек будет получать великое внутреннее утешение. И совершенно в ином свете откроется смысл праздника Пасхи, чего всем нам искренне в эти светлые дни Великого Поста желаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok